Термин, появившийся в России, сравнительно недавно может исчезнуть из современного экономического лексикона. Администрация Ненецкого округа одобрила законопроект об отмене золотых парашютов для чиновников, который лишит их единовременной выплаты в 6 зарплат и других привилегий. Это понятие уже давно потеряло свой первоначальный замысел и смысл. Изначально придуманный как средство для безопасного спуска и приземления, золотой парашют теперь позволяет уже бывшим чиновникам взлетать еще выше. А еще золотые парашюты – это не один миллион рублей из окружной казны ежегодно. Речь идет о предоставлении чиновникам единовременной выплаты при прекращении полномочий в размере 6-месячного денежного содержания, а также выплату в размере 10 окладов при выходе на пенсию госслужащих, имеющих стаж службы не менее 12,5 лет. Эти меры дополнительные и каждый регион решает самостоятельно, выплачивать их или нет. При наличии финансовой возможности субъект вправе ее устанавливать. Ну вот сейчас, да, не очень хорошие финансовые возможности у субъекта, они есть, но не в такой степени, что можно было бы спокойно сохранять некоторые неэффективные расходы окружного бюджета. Ну вот губернатор принял такое решение. Новым законопроектом предусматривается внесение изменений в четыре закона Нейнского округа, которыми как раз таки и установлены дополнительные гарантии для чиновников. Он разработан по инициативе губернатора Игоря Кошина в целях оптимизации расходов регионального бюджета. Эта новость вызвала различные мнения, кто-то против, но большинство – за. Конечно, это совершенно справедливо, потому что эти деньги могут быть направлены на строительство жилья, культурных объектов, спортивных объектов. В общем, все то, что нам необходимо нашему округу. Я думаю, что разумнее всего сэкономленные денежные средства пустить на другие нужды, скажем, развитие здорового образа жизни, либо другие социальные какие-то нужды. Много полезных и хороших дел можно сделать за счет этих денежных средств, сэкономленных у чиновников. Администрация региона уже одобрила законопроект. Теперь его должны одобрить окружные парламентария. Кстати, вот что они думают по этому поводу. Чиновники, депутаты окружного собрания, работочные по основе основе или другие представители, уходя с работы, должны получать то же самое, что простые люди по федеральному законопроекту. Дополнительные расходы, связанные с их увольнением, я думаю, что неправильные. Кстати, ряд регионов России уже приняли законы об отмене золотых парашютов. Компенсационные выплаты чиновникам уже урезаны в республике Коми, Архангельской области и Ямало-Ненецком округе. Кроме того, в начале апреля законопроект о запрете золотых парашютов для федеральных чиновников также внесен на рассмотрение в Госдуму России. Алина Волучейская, Сергей Качиков, Телеканал Север.